Мы только что с Владимиром Владимировичем в канун этого заседания нашего разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума. Прежде всего экономические вопросы. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз публично уже поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси и уже с точки зрения экономики. Поэтому мы сошли необходимым еще раз вернуться к тем проблемам, которые сегодня остро стоят перед двумя государствами. Если подвести итог нашему разговору, то он заключался в итоге, в выводе, который мы сделали по результатам разговора. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. Это итог наших переговоров. Традиционные встречи, которые проходят под патронатом нашего парламента, верхних палат парламента, стали важнейшим экономическим, коммуникационным проектом нашего союзного государства. Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России, от Смоленска до Сахалина. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляют которые руководители российских регионов. Эти факты и сама практика работы форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно. Главная отличительная черта таких встреч – содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей, партнеров, представителей братских народов. Плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами. За семь лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на 3 миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч. Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что восьмой форум прибавит к ним примерно 800 миллионов. С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. И это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономическое, культурное и просто дружеские связи. Притом, еще раз хочу напомнить, не просто Россия откликнулась на нашу просьбу построить атомную станцию. Президент России откликнулся и на мою просьбу, когда я попросил его подключить к строительству в больших масштабах наших строителей, чтобы белорусы вместе с россиянами, построив эту станцию, научились делать такую работу. Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Белоруссии и России. К тому же наше взаимодействие происходит на фоне роста напряженности на международной арене, где пока превалируют деструктивные тенденции, к сожалению. Серьезным испытанием на прошлость проблемой номер один в мире стала пандемия. В этих условиях Россия и Беларусь делают все возможное, чтобы ее остановить. Мы видим, что расслабляться пока рано. Однако уверен, общими усилиями мы справимся. Во время обострения еще первой волны пандемии, когда вы в России изобрели первую вакцину, спутник ВИП, работали над другими, президент России публично заявил о том, что первая страна, которой мы окажем помощь по вакцине и передадим технологии для производства вакцин, будет Беларусь. Это сделано. Поэтому еще раз, Владимир Владимирович, публично благодарю вас от имени белорусского народа не только за то, что вы в срок, вовремя поставляете обозначенные объемы вакцин, но и передали нам технологии производства этих вакцин. И мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз. Что касается геополитических вызовов, то здесь государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу. Откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности. Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на нашей планете. Однако, к сожалению, там, в коллективном Западе, Вашингтоне, Брюсселе не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые и позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили немного и немало около 30 миллионов жизней советских людей. Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм. Отдельные постсоветские страны уже ощутили это в полной мере на себе. Реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось. Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он бы, может быть, и не понадобился, этот прессинг, сейчас, если бы они выиграли тот близклик, который они начали в августе прошлого года. Что-то пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. И не только белорусского. Поэтому особое значение приобретает укрепление единства и расширение сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз благодарю вас, всех россиян, за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости в Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народом. Уважаемые друзья, наш саммит посвящен вопросам научно-технического сотрудничества в условиях цифровизации. Цифра давно стала неотъемлемой частью нашей действительности. И в будущем человечества наверняка ждут еще более глобальные перемены. Однако убежден, что все они должны быть ориентированы на развитие реальных производств и улучшение жизни людей. Вполне очевидно, что для стран, у которых нет нужных ресурсов, отставание в цифровых технологиях грозит непреодолимым неравенством. Человечество не должно стать заложником такой ситуации. Уверен, что нельзя допустить доминирование одних государств над другими. Также понятно, что никто этих технологий нам не даст. Мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. Именно промышленная, научная кооперация видится главным двигателем нашей интеграции. Хотя, думаю, Владимир Владимирович, вы, уважаемые коллеги, согласитесь, что нам рассчитывать на какие-то цифровые технологии и прочее. Мы и сами кое-что можем предложить нашим зарубежным партнерам, если они этого захотят. Мы в этом отношении не отстаем. Пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. В этой сфере наше взаимодействие как раз отстает. Мы и в России, и в Беларуси кое-чему научились, а вот совместную повестку создать пришло время. Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть программы союзного государства. Большинство из них позволяют нам создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и производство. Тем более, что сотрудничество белорусских и российских ученых по линии академической науки интенсивно развивается. Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях. Эффективно сотрудничает с институтами Национальной академии наук в Беларуси, Сибирское отделение Российской академии наук, что еще раз доказывает успешность прямых контактов с регионами. Ключевая задача – повышение глобальной конкурентоспособности наших стран, что в современном мире практически невозможно без серьезных инноваций. В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доли высокотехнологичных производств и динамика ее роста недостаточна. Уверен, что повышение инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ. Они могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков. В 2022 году, в будущем году, завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития союзного государства, которые мы традиционно утверждаем на 4 года. Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции союзного государства, например, до 2030 года. Наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития. Вот мы недавно с Владимиром Надимировичем много времени посвятили развитию самых современных производств, которые занимаются интегрированными схемами. Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой. И мы реанимируем эти предприятия, и они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. И, как сказал президент, ну невозможно без этих предприятий никакие высокотехнологичные сегодня продукты ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем. Отдельная тема – создание и использование искусственного интеллекта. Последние 2-3 года в Белорусском парке высоких технологий стремительно развиваются десятки компаний, работающих в этой сфере. И многие наши IT-продукты могли бы найти применение в России, в том числе в регионах. Опыт у нас есть. Парк успешно конкурирует на самых жестких и требовательных рынках. Более того, благодаря, может быть, парку, а может быть, потому что мы вовремя спохватились, взялись за эту тему, у нас сегодня уже нет проблем с IT-шниками. У нас огромный пласт этих IT-шников создан, в производстве и в Академии науки. Они не просто программное обеспечение разрабатывают, они уже создают на основе этого программного обеспечения конечные продукты. Как я говорю, железо это превращают, и получается конечный товар, в отличие от парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем союзном государстве, по примеру Академии наук. Беларусь уверен, что такая тенденция и в России. Но, создавая искусственный интеллект, есть опасения, в мире уже высказываются они, такие опасения, что он может стать инструментом манипуляций и главным оружием гибридных войн. Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. И, как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместное усилие. Это обеспечение кибербезопасности. И Россия, и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернет-пространстве идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей. Это наша общая угроза, которой мы должны научиться эффективно противостоять. Сегодня, когда открывается дверь в новый мир, где наряду с человеческим уже почти на равных проявляет себя искусственный интеллект, надо помнить, что мы не должны потерять главное – самого человека, и все человеческое в этом человеке. В таких условиях в разы возрастает роль средств массовой информации в сопровождении политических, экономических, интеграционных процессов. Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере. Также надо более предметно заниматься молодежью, реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов союзного государства. Мы об этом договорились с президентом России поговорить на ближайшем высшем государственном совете союзного государства. Растить созидающую молодежь, патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей, создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве. Уважаемые друзья, Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси. А наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям.